Всем привет! Сегодня какое число? 18-е? 18 марта мы приехали в Ленту за новой акцией. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами Закупыч! Всем привет! Хай-ухай! Отвлекитесь от просмотра интервью Дудя с Ивангаем. Посмотрите мой обзорчик на новую акцию в магазине Лента. Называется «Вырасти в Лент...» С Лентой. Вырасти с Лентой. Вот. Теперь у нас за акцию будут драться не только дети, но и бабушки. Потому что бабушки у нас огородники, дачники. В общем, можно выиграть очень много призов всяких крутых. Здесь у нас разные семена. Один такой пакетик в Ленте можно купить за 49 рублей. В супермаркете Лента получить бесплатно за 600 рублей, потраченных в магазине. Или в гипермаркете за 1200 рублей, потраченных в магазине, можно получить один такой пакетик. Акции у нас длится с какого по какое? Я думаю, бабушки не будут драться. С 18.03. с сегодняшнего дня вы увидите этот обзор, когда акция только вышла. По 28.04. То есть полтора месяца практически, чуть меньше. Вот. Можем купить теплицу. Теплицу я купил. Теплица стоит 300 рублей в Ленте. А вот мы нашли парники за 300 рублей. Это теплица. Берем. Что, одной пока хватит? Если будет много, будем еще брать теплицы. Теплица, грунт-стикеры здесь внутри. Скачивай приложение. Приложение вам тоже покажу. Там прикольное приложение. Сумку можно купить за 200 рублей. А еще есть эко-сумки экологические. Стоит 200 рублей, 5 рублей. С покупки отправиться в помощь кому-то там. Ну-ка, как сумка выглядит? Взять сумочку, Валюш? Может, кого-нибудь подарим? Тут написано Savin' Natura, Адвентура. Какая-то непонятно, что это значит. А, несу пользу природе написано. Сумку я тоже купил. Несу пользу природе. Называется сумка за 200 рублей. Она просто офигенная. Марвел, Мстители, в пятерочке стоят столько же денег. Но эта сумка в 2 раза больше или в 3 раза больше, чем Marvel. Здесь, смотрите, по-английски написано Savin' Natura. It's more adventure. Типа то же самое. Несу пользу природе. Сумка офигенная по качеству. Где это сделано? 100% хлопок. Сорт первый. Первого сорта. Максимальная нагрузка 12 килограмм. 420 на 500 миллиметров на 60. Это как по размеру. Это практически как сумка из спортмастера. У нас многие ходят из спортмастера с сумками. Производитель фабрика Олес. Россия, город Санкт-Петербург. Сумка реально шикарная. И, по-моему, там часть продаж сумок идет на помощь природе. Какие-то там фонды благотворительные. Сумки всем советую. Теплицу мы посмотрим. Давайте, когда распакуем все. Семена. Теплица выполнена как икея. Заметивали, да? Стиль икея. Офигенно. Вот здесь написано, как сажать. Вот так выглядит теплица. 16 горшочков внутри из торфяных. Внутри теплицы находится теплица. 16 ячеек и кокосовый субтракт для выращивания. Крутые стикеры. О, то есть можно еще подписать огород свой. 16 штук можно выращивать. Есть палочка для мороженого, чтобы делать мороженое. И стикеры. Причем, почему-то теплица у меня приоткрыта. Боюсь, стикеры у нас там не украли. Получайте наборы стиков за покупки. Надеюсь, не украли. Вот, опять же, есть товары-спонсоры, покупая которых, можно покупать бесплатно, получать бесплатно стикеров. В отделе с энергетиками нашел. Вот, за каждые 1200 рублей в чеке дают призы. Вырасти, скачиваясь лентой. Есть еще мобильное приложение. Вот, чудо-десерт, 35 рублей. Одна штука. Ну вот, вот эти товары. Правда, в самой ленте, именно они должны быть подписаны на полках, я не нашел в самой ленте, где подписаны, чтобы были вот эти товары-спонсоры. Еще не развесили у нас в ленте. Вот. Ну, вот так выглядит акция в журнале. В общем, лента, как и с прошлой акции, решила пойти по здоровому питанию. Это, вроде как, и неплохо. Итак, сейчас мы это все дело будем открывать. Здесь у нас вся коллекция указана. Есть суперредкий подсолнух. Если мы найдем подсолнуха, то мы одни из тысячи людей, которые выиграют суперприз. Какой суперприз, я не знаю. На сайте посмотрим, на сайте почитаем. В общем, наша задача найти суперредкий подсолнух. Если мы его не найдем, ничего страшного. Вот у меня целая коробка вырасти с лентой. Вот так она выглядит. Тут штрихот есть. ООО Органик. Количество в коробке 150 штук. Срок годности декабрь 2021 года. 50 грамм плюс-минус. Дата упаковки в декабре 2021 вообще-то сделана. Ну что, полетели. Сразу же распаковывать. И, надеюсь, нам выпадет вся коллекция сегодня, все 16 штук. Интересно, как это выглядит. Вырасти с лентой. Здесь QR-кодики. Опять номеров, по-моему, никаких я не вижу, чтобы можно было открыть. Давайте проверим, как пятерочку. Можно незаметно открыть их? Не, не получается. Она рвется. Не, она рвется. Наверное, можно, но она рвется. Итак, мы получаем базилик. Вот они, семена базилика. Смотрите, как они выглядят. О, маленький прикол. Вот такие маленькие семена базилика. То есть мы их должны просто посадить. Согните по линии перед отрывом. А, нужно согнуть по линии. Оторвать ее. И всаживать прямо туда. Базилик, популярное зелье. Не используется в свежих и сушеных виде для салатов, мясных и рыбных блюд. Посев семян. И здесь инструкция, как посеять семена. Но сеять мы будем их потом. Еще эти штуки, их надо сканировать. То есть мы их будем сканировать в мобильное приложение. Это мы тоже посмотрим. Итак, первое мы получаем. Базилик. Интересно, много ли будет повторок. Давайте следующего. Да, слушай, они аккуратно не открываются. Они открываются как зря. Итак, это у нас лук-лучок. Это лук. Первое упоминание в 9-м тысячелетии до нашей эры. Ничего себе. Вот так выглядят семена лука. Если кто не видел. Что-то семена базилика и лука очень похожи. Они такие же черные. Но прям идентичные. Слушай, прикольно. Валюша, мы сегодня будем с тобой лук и базилик выращивать. Так, что у нас следующее? О, петрушка отличается. Смотрите, какая петрушечка. Смотрите, какая петрушечка, няшечка, чаровашечка вот такая. Слушай, будем салатики делать собственного производства. Да, кстати, это все есть. Это вообще тема. Это тема-темка. Очень длинный обзор будет, потому что у нас очень много на распаковку. Еще надо сажать. Дайкон! Нам надо помечать. Валь, можешь помечать сразу? Взять ручку вот тут сзади. Вот, у нас еще есть дайкон. Смотрите, дайкон, он вообще другой. Он прям абсолютно другой. Дайкон это что такое? А, японская редька. Так, давайте дальше. Сейчас Валюша будет помечать, чтобы мы потом знали, что нам хватает, что нам не хватает. А, они вот так? Вот она. А, я думаю, они в капсулке. Ну, я тоже думала, они в капсулке, но по идее их можно прям так посадить, прям с этой штукой. Петрушка снова. Это у нас повторка. Вот, смотрите, петрушки уже две. Далее, что у нас получается? Молодцы, Лента, что сделали такую хорошую упаковку. Горчица. Горчицы у нас нету. Петрушка дайкон, ты сказал? Так, ну, посмотри, что на столе. Вот, горчица. Горчица есть. Смотрите, хорошо идем. Может, мы сейчас с первого раза соберем всю коллекцию. Прикол, если подсолнечник выпадет, и мы с вами все, выиграем миллион. Руккола. О, руккола я люблю в салатике. Вот, здесь опять же можно читать про рукколу. Но мне нравится именно, как выглядят семена. Кстати, мы потом можем на семена посмотреть под микроскопом, потому что у меня есть огромный микроскоп, супер-пупер электрический. Да, если вам интересно, мы можем видеть. Да, можем про семена и чем они отличаются снять. Так, следующее. Они, наверное, на столе у меня даже все не поместятся. Так, это не смотрите. Кольраби! Вы только посмотрите, даже кольраби, вот эта красненькая капуста, да? Это же капуста или нет? Да, капуста. Вот, смотрите, кольраби, она прямо по цвету красненькая. Вот такая красивая. У меня шикарная. Кольраби шикарная. Слушай, вот это да. Вот это мы фигачим. Отмечаешь? Что, мы уже половину собрали. Репа! Валюха, это вообще без повторок. То есть, если ты купишь коробку, скорее всего, там повторок не будет. У тебя что, петрушка две штуки? Да, у меня петрушки две штуки. Репа, видите, одна. Репа похожа, как на эти, на бусинки, как будто пшена. Так, репа. Следующее у нас что там? Что там, что там? Здравствуйте, здравствуйте. И это капуста. А есть у нас обычная капуста? Нет, это снова новая. Смотрите, просто капуста. То есть, тут несколько видов капусты есть. Интересно, они вырастут большие, чтобы их можно было съесть? Вряд ли. Там в инструкции написано, что их нужно пересадить. И седьмой отцом. Написано вот, да, если по мере роста растениям может понадобиться пересадка в ёмкость большего размера, либо в открытый грунт. Поняли? То есть, нагород тоже можно будет посеять. Вообще, я не знаю, пишите. Мне кажется, все любят выращивать. А мне интересно, инструкция на всех одинаковая? Две столовые ложки, две столовые ложки, две столовые, восемь. Да, по-моему, одна и та же инструкция для всех. Странно. Потому что... Петрушки больше всего. По-моему, для всех должны... Кстати, здесь петрушка отличается от той петрушки. Какая-то странная, на семечки похожа. Да, пока вот петрушки у нас три повторки, остальных у нас повторок нет. Так, далее. Так. Горчица. О, тоже повторка, да? Да, вот она у нас, горчица, повторочка. Ну, все, наверное, на этом все. Теперь у нас будут только повторки. Так, руккола была. Где она? Вот она, руккола есть. Так. Это сельдерей, веди, стихонок, капусту, макушку, коррестоват. В рукколе. Капуста обычная, тоже есть такая. Денис, на эпидерейке сейчас. Ребят, давайте устроим конкурс-то на семена. Смотрите, у меня много повторок. Если на этом видео за неделю соберется 5000 лайков, то мы повторные семена разыграем среди подписчиков, да? Отправлю вам, надеюсь, они не прорастут в дороге. Редис. Вот, чтобы участвовать в конкурсе, надо за неделю собрать 5000 лайков и написать в комментариях, какой у вас любимый овощ и почему. Типа, мой любимый лук, потому что его хорошо смазывать блины, сковородку, луком. Вот, 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 что нужно писать, чтобы участвовать в конкурсе. То есть приколюшка. Я люблю редис, потому что это весенний салат, из него можно смазывать. Вот, вот, редис. Редис у нас... Ну нет, не повторка. Не повторка? Да. О, смотрите, смотрите, какие семена, кстати. Они прям вообще отличаются. Они вообще другие. Да, под микроскопом будет интересно разглядеть их. Потому что всего в теплице 16 штучек. Я понимаю так, что нужно будет каждую вот эту штучку оторвать отдельно и отдельно ее поместить. Поняла? То есть отдельно. То есть, видишь, их три идет. Три набора семян в каждой упаковке. То есть вы можете посадить три лунки с одной такой штуки. Редис. Редис у нас вот повторка опять. Смотрите, они прям рядышком лежали, походу. Так. Ну-ка. Капуста. Шли это видео бабушки. Чтобы она покупала тебе капуста. Уже три повторки у нас. Чтобы она тебе покупала овощи. А прикольно, да, детей приучать? Так, ведь в садике учат детей сажать всякую морковочку. Руккола есть у нас? Есть руккола. Да. Руккола есть. Да, их тоже три теперь у меня, руккола. Ну, вообще интересно, Лента. Она сначала запускает игрушки или будет свежесть. Мне нравятся такие акции. Серьезно, это прикол. Я теперь буду ухаживать за ними, следить. Так, кальраби. Это у нас повторка. Так, значит, у нас валюша всё время всё выращивала. Теперь закупочка. Не, ну это приколюха. Я всегда выращивал всякие растения. Игрушки в воде я выращивал. Редис. Вот она, редиска у нас. Повторка. Мне не интересно, сама система этой... Как теплица сделана? Да. Да, возможно, нам потребуется в Икеа купить для них лампочки, знаешь, для роста растений, которые специальный цвет выделяют. Кстати, кто покупал в Икеа лампочки для роста, увеличивающего рост, повышенном количестве мультфиолета? Как они вам? Стоит их брать или нет? Горчицы. Горчица есть. Их уже, по-моему, три. Так, ну вот пошли одни повторки. Я даже не читал, сколько это штук. У меня, ну там около 40, наверное, больше 40. Так, петрушка. Петрушка правлядирует. Петрушки да много, слушай. Их уже пять. Пока это первое место по повторкам. Ну да, я спросил. Мне сравнить акции. Ещё одна петрушка. Начивки. Ну да, начивки-то вообще одни повторки были. Или я открыл, у меня пять разных было из 50 штук. А здесь, смотрите, я открыл. И очень хорошо перемешано. То есть, респект ленте. Горчица повторка. А ещё респект, что у них продавцы такие няшки. Они, знаешь, всегда всё знают. То есть, я говорю, я хочу купить за деньги. А они, хорошо, окей. Типа, они разопродаются. Так, хоп, пробило. Всё продаётся без вопросов. Без всяких там этих выё, там вот этих всех, как пятёрочки любят делать. Горчица. Да, горчица. Так что тут ленте респект за доброжелательных продавцов. Она ещё мне отдала, которые люди отказные. Она говорит, о, отказные вам отдам тогда, раз вы покупаете. Зачём столько штук? Я говорю, мне надо. Она говорит, ну раз вам надо, нате вам ещё отказные. То есть, она мне ещё сверху накинула. Так, базилик. О, базилик. Базилика 2, кстати, теперь у нас это мало повторок. Ну, куда у нас базилик идёт? Сельдерей. Новый? Да. Вау, сельдерей новый. Смотрите, какой он малыш. Он прям очень-очень малюсенький. Он тоже как семечки. Он напоминает петрушку. Очень похож с петрушкой. Тебе осталось 4, 5 подсолнух. 5. Ну, подсолнух, мне кажется, это нереально, значит, найти. Так, капуста у нас тут. Хоп. Ну, почему не реально? Ну, я не верю. Вот в эти, когда супер редкие, вот эти всякие золотые Гри Поттеры, я вот и не верю, если честно. Брокколи. Новые. Брокколи новая? Да, осталось 3. Что, серьёзная? Тебе осталось крест-салат, морковка, цветная капуста. Крест-салат? Это к Пасхе или что это? Крест-салат нет. Так, брокколи. Смотри-ка, брокколи у нас теперь ещё нет. Что-то у тебя осталось? 4 подсолнух. А какие самые редкие получаются? Ну, вот те, которые у тебя нападают. Крест-салат, сельдерей. О, сельдерей. Тоже не редкий. Уже не редкий. Второй. Каких нет у нас? Нет у нас на капусте, крест-салат и морковки. Так, брокколи. Надо же, морковку придётся купить в магазине. Сельдерей, последний. Где? А, вот он, да. Слушай, получается, смотри, они прям как попадаются, повторки, они прям идут повторка-повторка. То есть их, наверное, там будут по 2 или по 3 штуки в пачке всех разных. Кальраби! Это же повторка. Я так обрадовался чего-то. Так, базилик. Базилик – это очень полезная штука. Блин, уже не знаю. Его можно добавлять в масло. Кстати, мы потом можем сделать масло из этого всего, да? Порезать в эту бутылочку и маслом залить. И будет у нас масло со специями. Назовём эту бутылку лентой. Вообще, Денис очень любит готовить. И он готовить, он прям все время специи, покупает эти травки. Да, травки я люблю. Любит, любит. О, петрушка. Она прям сыпется, смотрите, отрывается. Петрушечка. Где-то там петрушечка. Ой, она больше всего. А, космос, заметь стиль. Прям как эти. Ночивки. Как ночивки, да. То есть, это тоже бумажная упаковка из разлагаемых материалов. Очень похоже. По размеру, да, давай-ка посмес. О, смотри-ка, вот это да. Мне кажется, у них и маркетологи, так, пятёрка запускает ночивки. Хотя сделано в 20-м году. То есть, это заранее всё делалось. Лето запускает семена, так давайте, Марвел. Да, ночивки я собираю в разных магазинах, потом откроем. Они у меня, я там куплю пять, там петрушка. Петрушка, опять. Я не думаю, будет, что это же ажиотаж за семенами. Ну да, вряд ли это будет много. Вряд ли на этом видео будет 100 тысяч просмотров. Вот серьёзно, я в это не верю. Если, когда смотришь это видео, тут 100 тысяч просмотров, то я в шоке. Брокколи. Брокколи. Паляется около петрушки в шоке. Да, я уже в огород себе сделал. Если будут такие просмотры на этой акции, то я буду в огород себе сажать. Горчица. Где у нас горчица? Горчица. Так, что у нас дальше? Не, не, ну это полезно. Не знаю, Милана любит, вот сколько мы с Миланой выращивали, она всё время наблюдает. На каждое утро приходит, смотрит, какой у неё там отростки растут. А, ну да, Милане нравится эта штука. Рюкколи. Всё. Всё, всё. Рюкколи. Всё. Кого нам не хватило? Стойте, давайте подведём сейчас итоги. Итак, ребяточки, подводим итоги. Чаще всего встречается петрушка, их у меня 7 штук. Потом горчица, у меня её 6 штук. 5 штук кальраби. По 4 штуки у нас капусты, рукколы. 3 штуки базилик, 3 штуки брокколи, 3 штуки редиса, сельдерея 2, самые редкие, получается, репа, лук и дайкон, это которые у меня выпали. А также не выпали нам кто? Крест-салат нам не выпал, морковь нам не выпала и цветная капуста. То есть, 3 самые редкие, это вот цветная капуста, морковь, крест-салат и карликовый подсолнечник. Но это прям, это прям супер редкое, да, если он будет вообще. Итак, ну что же, Валюша, нам остаётся что? Разобрать теплицу и посадить туда наши маленькие растения. Приступим. Ой, давай. Ребятки, также можно скачать мобильное приложение Вырасти с лентой. Оно называется для айфонов и, хочешь, для андроидов, для всех. В общем, для всех можно скачивать такое мобильное приложение. Так, давайте я сейчас музыку отключу, а то она, наверное, слишком громкая. Ай-яй-яй, что мы творим? Настройки. Мелодия. О, всё, отключил звук, а то вы, наверное, там оглохли. Вот, здесь мы выращиваем виртуальный себе подсолнух. У меня сейчас уровень 5. Я могу что с этим подсолнухом делать? Я могу его поливать. Вот я его сейчас полил. Могу его удобрять. А у меня нет ни удобрения, ничего. Мог только мелодию проиграть. Могу мелодию играть раз в 3 часа, и он будет у нас цветок расти. Также можно в дополненной реальности что-то делать. Ну, давайте по очереди. Давайте сканировать для начала пакетики. Вот, пакетики можно сканировать. Хорошо. Так, сканируем дайкон. Так, не понял. А как тебя сканировать-то? Ура! Да, нужно сканировать вот эти меточки. Я открыл дайкон. Я открыл лук. Ничего себе. О, открыл репу. Ура! Ну-ка, сельдерей. Ес, открыл сельдерей. Ура! Так, давайте редис. Ес, открыл редис. У меня уже шестой уровень. Я фигачу вообще эти штуки. Так, петрушка. Поздравляю, открыли петрушку. Так, горчицу. Получается, вы из моих видео тоже можете их сканировать. Так, тень. Так, отсканировал. Вон, горчицу отсканировал. Так, давайте дальше. Кальраби. Так, Кальраби отсканировалась? Что-то какие-то ошибки. Капуста. Да, открыл капусту. У меня, наверное, сейчас все заглючит. Мобильное приложение не ожидало от меня такого. Не понял, а что меня выпустило? Не понял. Я уже регистрировался. Давайте войду. Во! Во, закупач. У меня вылетело приложение. Вы представляете себе? А что, кого я отсканировал-то? Где моя коллекция? А вот коллекция. Так, на чем я остановился? Так, ну вроде все нормально. Давайте дальше сканировать. Так, капуста, по-моему. А, может, потому что я ее уже отсканировал? Давайте попробуем руку. О, руккола отсканировалась. Девятый уровень открыл. Так, базилик. Так, базилик отсканировался. Ура! Так, остается у нас брокколи, по идее. Сейчас мы проверим коллекция. Все ли у меня отсканировалось? Это уж могут быть глюки. Так, брокколи тоже отсканировался. Ура! Ура! Все. Давайте посмотрим мою коллекцию теперь. Так, коллекция. Капуста, да, почему-то. Капуста не отсканировалась, значит. О, отсканировалась. Так, теперь, по идее, все. Давайте еще раз проверять. Коллекция. А почему капуста закрыта? А, это, наверное, другая. Ага, понял. Раз, два, три, четыре. Да, четыре мне не хватает, да? Морковка, какая-то штука непонятная. Лук, крест-салат. Подожди, Валюша, я не могу понять. Вот видите, нарисовано как? Это что такое? Ну, понятно. По очертаниям. А, это цветная капуста. Она у нас есть? Нет. А, нет, да, точно. Это цветной капусты у нас нету. Потом вот это. Крест-салат. Крест-салат, морковка. А это, значит, подсолнух, да? Ну, да, да. Вот этот. Так, все. Ну, по идее, вот все. 12 из 16 у нас есть. Так, что тут еще есть интересного в мобильном приложении? Жмем назад. Можем еще сканировать какие-то метки в ленте. Но я эти метки не видел в ленте. Я так и не понял. То есть вы приходите в ленту и сканируете какую-то метку в ленте. Мы ее не нашли. Возможно, можно будет на сайте отсканировать. Или в каком-нибудь мобильном приложении. Не знаю. Так, есть еще игра. Полет шмеля называется. Давайте попробуем игру. Я играю за шмеля. Мне надо облетать препятствия. Ну, давайте попробуем. Все, я шмель. А, нужно поворачивать телефон. Я поворачиваю телефон. То есть наклоняю его. И мы облетаем препятствия. То есть это игра одной рукой. Удобно в общественном транспорте вот так играть. А ленты можно ловить или нельзя их ловить? Какие злые, какие хорошие. Я не понял. Подскажите, пожалуйста. Ребяточки. А почему шмель летит вверх? О, ленту сейчас поймаю. О, съел ленту. И у меня жизни отняли от ленты. Лента, ты убиваешь пчелу. Ты убиваешь шмеля. Зачем лента? Лента раздавила шмеля. Зачем? Слушай, я сейчас так всю игру пройду вместе с вами. Онлайн прям это. Без регистрации смс. Так. А мне будут давать за это какие-то бонусы? По-моему, там за это еще какие-то бонусы должны начислять. Ну, мы прям хорошо летим. Так, ленту облетаем. А в облачко могу? Вот радуга. Радугу съел и тоже помираю. Ай, радуга убивает шмеля. Грозовое облачко. Все. Мой результат 27. Это, кстати, легкая игра. Давайте выйдем к подсолнуху. Смотрите, у меня уже 12 уровень. Вот это крутяк. Что мы еще можем сделать? Так, ну это мой профиль. У меня 5000 бонусных баллов. То есть я участвую в каком-то конкурсе. Я себе только что сменил аватар на какого-то колхозника. Вот. Рейтинг игроков можно посмотреть. Я на 9 месте в мире, Валюш. Да? А кто на первом? На первом, наверное, там вообще недостигаемое. 9000, Андрей. Откуда они берут эти... Ну, не знаю. Ну, вот сканируешь карты и получаешь баллы. Выполняешь задание, поливаешь подсолнух. То есть это игра-ферма, по сути. Смотри. У тебя есть подсолнух. Ты его можешь поливать. Вот, видите, мы его сейчас полили. Я нажмал на олеечку, и мы его полили. У нас есть удобрение. Вот я кинул удобрение на него. И включил ему солнушко. Видите, у нас 13 уровень сразу вылез. И мне прислали какой-то спам. Не обращайте внимания. Так, 13 уровень у меня уже. Баллы, значит, мои увеличились. Да, 6000 уже. На каком я сейчас рейтинге? Я все еще на 9-м. А почему-то он не обновился. Мои очки почему-то не обновились. По идее, я уже на 6-м должен быть месте. Так, что мы еще можем делать? Мы можем дополненную реально сделать. А, вот, мы можем его наряжать. Смотрите, я могу ему очки надеть. Так, что-то очки одеты. О, смотрите, какие очки ему одел. Потом могу его украсить сердечками. А, это горшок с сердечками. Могу поменять вид горшка. Так, и могу ему фон поменять. Смотрите. Ой, вот это красиво. Слушай, вот это шикарно. Вот это мне нравится. И могу даже вид подсолнуха поменять. Смотрите, какой красивый. Слушай, это надо скриншот на заставку срочно делать. Это просто шикарно. Все, я улучшил свой подсолнух. Так, еще в дополненной реальности могу поделиться. Поделиться могу? А, типа сохранить его к себе в галерею. Все, я сохранил его к себе в галерею. Вырасти с лентой. Потом еще могу в дополненной реальности, наверное, чтобы он у нас появился. Да? О, могу разместить подсолнух. Ничего себе, какой подсолнух огромный! Подсолнух, ты меня сожрешь! Зачем ты это делаешь? Я могу сделать фоточку. Почему он такой большой? А нельзя уменьшить подсолнухы? Подсолнух, почему ты такой огромный? Давайте попробуем поменьше его сделать. Не, он реально огромный какой-то. Подсолнух, зачем ты такой большой? Нельзя его куда-нибудь поместить, чтобы он не был таким огромным. О, вот так. Не, подсолнух, как ни крути, подсолнух просто огромный. Что с ним делать, я не знаю. Это жесть. Можно даже видео с ним снимать. Да, можно... Помогите, подсолнухи в квартире! Помогите, он плюется семечками на меня и говорит, «Бери семечки в карман!» О, я сохранил видео, и сейчас его сохраню к себе. Ой, видео можно сохранять с ними. Приколюха, слушай. Снимать... Да, можно... Помогите, подсолнухи в квартире! Помогите, он плюется семечками на меня и говорит, «Бери семечки в карман!» Это приколюха. Приложение отличное. Смотрите-ка, оно даже не глючит. В этот раз лента молодец. Прям превзошла себя. Так, ну всё. Будем копить бонусы и выбираться в рейтинге вверх. А что ещё могу сделать? Всё, с этим подсолнухом никак взаимодействовать не могу. То есть, просто я должен заходить каждые три часа, поливать его... Да, поливать каждые два часа, подкармливать каждые четыре часа, осветить на него каждые шесть часов, и музыку включать каждые три часа. Поняли? Вот такие правила у нас игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уф, ребят, не прошло и полгода, как я собрал теплицу. Вот такая тепличка у нас получается. Валя расстроила, что она не стекла. Я говорю, Валь, да, за 300 рублей у тебя это должна была еще с подсветкой быть. То есть, лампочки надо будет купить, чтобы огород рос круглый год. Вот, у нас теплица стоит из двух частей. Это верхняя крышка, которую мы должны будем сейчас украсить. И нижний поддон, в который мы должны засунуть вот эти наши торфяные штучки-дрючки. Вот. Торфяные поселы. Вот так она выглядит. Все у нас лента. Все красиво. И еще в наборе были стикеры. Собирается эта штука где-то 20-30 минут. Лучше, чтобы взрослые собирали, потому что я даже пальцы себе поцарапал. Короче, очень остренькая. Ну, представляете, это пластик. То есть, такая остренькая штука. Надо быть максимально аккуратными. И вот они наклеечки. Сейчас мы будем украшать нашу хатку. Первое, что мы должны повесить, это вот эти украшения на трубы. Вот они у нас, трубы тут сбоку. Вот так беру. И, хопа, наклеил трубу. О, у нас труба. А вторая труба. А вот и вторая труба. То есть, у нас будто бы тепличка. Это такой маленький домик с трубами. Чик, чик, чик. Ну, а в целом собирается нормально. Вот, потом, следующий декор. Это у нас надпись. Вот здесь она находится. Вот, вот тут. Надпись «Вырасти с лентой». Вот она, чик. И мы ее вот сюда клеим. Хоп. Вырасти с лентой. И еще можно что-нибудь туда приклеить. Так. И украшаем просто ее всячески. В инструкции все это указано. Кстати, а где инструкция? Надо было вам инструкцию показать. Вот. Вот. Видите, как инструкция? Ой, я неправильно наклеил. Надо было выше наклеить. Вырасти меня. Вот. Вот инструкция вот так выглядит. Ставьте на паузу. Если кому интересно, кто сомневается о своих силах, собрать можно. Но время этому уделить придется. То есть, не так-то все и просто делается, если честно. И теперь мы просто украшаем наклейками. То есть, к примеру, берем морковочку и любовь-морковь сюда клеим. Чик. Так. Я наклею одну наклейку, остальное пускай Милана наклеит, потому что у нас Милана любит клеить наклеечки. Пускай... Вот. Смотрите, тяпка для твоей грядки. Мы все в артишоке. Чудо ты мое, луковое. Все пучком. Не говори огород. Не городи огород. Я в салат. Вот. Так что наклейки я отдам Милане, пускай она украшает. А наше дело сейчас это открыть грунт и все подготовить для посадки. Вот такие у нас ячейки с грунтом. Так, эта картонка, по-моему, не нужна. То есть, ячейки с грунтом мы вот сюда вставляем вот так. Чик. Раз, ячейка. И сюда два ячейка. Чик. Все, готово. И для каждой ячейки у нас есть вот такая таблетка. А что делать с этими таблетками, я и вовсе не знаю. Это надо будет у Вали спрашивать. Ее надо покрышить или что с ней надо сделать? Написано, что грунт там есть. Надо будет читать инструкцию по посадке. Странная тема, на самом деле. Так, вот эти края я должен был загнуть. Но я их сразу не загнул. Сейчас загну. Вот. По краям. Чик. Это чтобы края не были острыми. И также они фиксируют у нас грунт внутри, чтобы он у нас не вылазил никуда. Не убежал ночью. То есть, вот так края загинаю. То есть, загибаю. И наш грунтик будет внутри. По идее, землю, конечно, желательно бы сюда купить. И потом, все, что нам нужно сделать, это просто сверху вот так поставить до упоров. Тут упоры вставляются. Обратите внимание, вот они упоры вставляются вот сюда. Вот, я не знаю, наверное, не видно. Вот он упор. То есть, она у нас глубоко не сядет. То есть, у нас как будто бы теплица чуть-чуть парит. Вот, над грядкой. Во. Во. Да, слушай, да красиво смотрится. Все, останется нам только посеять грядки. Я только не понял, как их сеять. Потому что этот грунт, что с этими таблетками делать? Просто их это, размолоть туда? И так, ребят, сейчас будем сеять. И Валюша мне сказала, что эти торфяные таблетки, их просто поливаешь водой, и типа они становятся мяклые, жмяклые. В общем, сейчас проверим. Написано две столовые ложки вообще в инструкции. Давайте попробуем. Вот я ее раз таблеточку полил. Давайте две ложечки. И два. И что? Просто инструкции никакой нету. Вообще. И что, и как у них сажать? Вот я утопил туда. Что-то вообще непонятно, как это все делать. По-моему, она у меня сломалась и вниз ушла. Да. Она у меня проломалась насквозь. Что-то ничего не получается. Лучше бы землю сюда дали. А землю, может, надо брать отдельно? Я что-то не понял. Я не понял. Итак, ребят, у меня тут ничего не получилось. Валя сказала, что я дурак. Я не говорила такое. Оказывается, их нужно замочить в воде. То есть, миску мы никакую не нашли, но жалко. Мне миску жалко. Вот, мы выкладываем эти торфяные таблетки вот сюда, в емкость какую-то. Сейчас мы будем делать землю. Да кидай их просто, не обязательно их выкладывать. Да? Конечно. Сама эта штука тоже, она будет влажная, ты будешь поливать. Так что здесь ничего плохого нету. Ты ничего не испортил. Сейчас посмотрим, ничего ли у тебя не протекает. Да нет, там же это пластика. Все, ничего у тебя не протекает. Теперь мы их дело заливаем. Стой, надо будет воды миллион. Давай. Вообще, говорят, что отстоявшись водой надо. У нас есть бутылка для этого. Не, они должны прям сильно увеличиться. Прям заливают там полустакан. Да подожди ты. Я в интернете так видел. Не надо верить все, что говорят в интернете. Давайте ускоренную съемку посмотрим, как они растут. Ну что, ребята, какая-то чудеса. Она прям впитывается, увеличивается прям в несколько раз в размерах. Единственное, Валя, зачем ты их перемешала? Я думал, ты берешь прям таблеточку и туда. То есть она набухает. Она будет разваливаться, как ты ее возьмешь? Ложечкой вот так, хоп, взял и положил. А так она вот какой-то навоз сухой получился. Так, напишите, что Валя права. Так. А как я теперь знаю, что нам на земли хватит? То было 16 лунок, 16 этих. Вот бери и засыпай. Так, то есть сюда надо еще воды залить, чтобы та увеличилась таблетка в размере. Вот такой возьму, пускай горячуется. Так, теперь мы засыпаем, да? Вот так, хоп. Вот тебе, пожалуйста, что тебе неудобно? Хоп, опа, оп. Вот так вот, Валюша, вот так. Слышишь, ты нагло, моська, блин. Я вас сейчас девочке научу. Ставьте лайк, если не знали, как пользоваться этим торфом. Это вообще, я в шоке. Я была бы прикольной, если бы ты сделал... Хорошо, что у меня есть жена, Валя. Все-таки вот не зря я блогер, у меня есть жена, чтобы мне помогала вот в таких штуках. Я вообще никогда в жизни не додумывался, что их надо замочить, что-то там размешать. Я хотел прям туда посадить, прям в эту таблетку засадить, прям это растение. Она не влазила туда, я ее долбил-долбил, пока не проломил. Ты таблетку прям хотела посадить? Ну да, я думал, прям вот так, прям палочкой проковыряю в таблетке дырочку и туда прям посажу эти семена. Короче, было бы прикольно, если бы Денис снял эту акцию и вырастил розы. Какие розы? Да, это семян розы. Так, в общем, я раскладываю. У тебя даже он расстанет сколько всего. Нет, ничего не останется. Там написано «Утрамбуйте грунт». Ну мы сейчас еще туда, в эту неудачную лунку. Зафига себе. Можешь высыпать прям сюда, я просто раздровняю. Да, давай, вот так. О, Валюша, давай, давай, давай. Давай, делай вот так вот. Сейчас. И вот так. Надо вот так. Вот так вот надо. Поняла? Присуй стереть, приду. Надо вот так. Так, разравниваю все, как маслица. Хоп. О, у меня получился тортик. Торт вот этот коричневый, Валюш, как он называется? Муравейник? У меня получился торт муравейник. Прага? Прага коричневый. Монага? Прага. А-а-а. Дай, кидай сюда. Хоп-хоп. Вот всегда, вот я всегда по этому подстеливаю. Когда занимаешься... Ну, слушай, красота получилась. Ну, вообще красота. Это что? Так, теперь, Валюша, давай мне по одному семену. Семену? Да, и поливать. Ой, да, ложку и воду нанести. Давайте я пока буду размещать. Ну, это, наверное, ускоренная съемка, что я вам буду показывать. Вот это да, ребята, какая красота. Слушай, так прикольно. Мне так нравится, я счастливый, как ребенок с этой штукой. Смотрите, поливаю себе огородик маленький. Мне еще Валюша такую речку дала из какого-то набора ботаник, да? Да. Вообще, слушай, прикол. Я думаю, что я их не перелю. Тут же, наверное, по-любому есть сколько? У нас их 14 умножить на 2. 18 ложек тут уже точно есть? Да, конечно, да. Вот, вот, все. Мы все вылили. Все, земля у нас теперь удобрена. Как раз у нас осталось 4 местечка для следующих наших растений. То есть, смотрите, у нас есть место для подсолнуха, вот этого, дай, какого-то там, кресолата, морковки и еще цветной капусты. Вот, вот так у нас выглядят грядки, как маленькие могилки. Вот такие, смотрите, какая красота. Вот, то есть, мы видим, у нас все подписано. Я посадил по одной штучке. Валюше, может быть, мы тоже купим, да, ей на канал такую штуку, чтобы выращивать. Ты мне скажи, что место придумал, где это у тебя стоять будет? Не знаю, там написано, смотрите, в инструкции написано. Так, поместите емкость почвой, отравите стик, уплотните, я это все сделал, полейте 2 столовые ложки, поставьте емкость светлое, сухое место вдали от прямых солнечных лучей. То есть, на подоконник нельзя. Наверное, сюда, да. Ежедневно поливайте растения 1-2 столовые ложки воды, первые восходы появятся через 5-8 дней. Друзья, подписывайтесь на канал, плейлист лента. Можете, если не хотите на канал подписываться, потому что у меня много видео про игрушек, тогда подписывайтесь на плейлист. Можно подписаться на обновление плейлиста. Вот лента, плейлист на канале, подписывайтесь на его обновление. Буду выращивать каждую неделю, снимать видео. По мере роста растений, можете понадобиться их пересеять. Вот, возможно, даже мы поедем в Курск и посеим их там, да, когда у нас рассада вырастет большая. Ну да. А мы с вами уже на сайте лента. Получайте стикеры, вот, можно нажать. И поподробнее узнать про эту акцию. Время весна. Встречай весну с лентой и выиграй призы. Время весна, это так акция называется? Получай стики с семенами в подарок, закажет еще 200-600 рублей. Лента... О, даже если вы через интернет заказываете, вам привезут одну... Вот этот набор семян за 2000 рублей, если вы потратили в мобильном приложении. Вот эта ленточка. Можно скачать приложение. Стики с семенами 1 из 16. Хочу собрать коллекцию. Полные правила. Вот здесь, кстати, написано, что можно купить за 49 рублей. Если вам в ленте не захотят их продавать, заходите вот сюда. И вот подарок также по Одрок. В ленте работают эти самые лучшие люди. По Одрок. Также можно приобрести на кассе отдельно за 49 рублей. Цена указана по карте. Вот, это по карте. А без карты, по-моему, 52 рубля она стоит, если у вас нет карты лента. Итак, лучшие приложения этой весны. Каталог силы красоты. Весна. Каталог новый гардероб. Весенние призы от ленты. А, это я не те акции смотрю. Хочу собрать коллекцию. Надо сюда нажать. Вырасти с лентой. Вот. Получай семена в подарок. Выговорю призы за подсолнух. Вырасти мини-огород. Играй в мобильное приложение. Тут я вам все прочитал. Посади семена или купи теплицу для выращивания. Ростки появятся через 5-7 дней. Наблюдая за ростом растений. Может понадобиться пересадить большой горошок. Собери свой урожай. То есть еще и урожай будет. Вот. Здесь мы можем почитать о растениях. То есть мини-подсолнух. Можно подсолнух, талисман, ленты и джокер в коллекции. Джокер в коллекции. Найди один из тысячи и выиграй призы. Что за призы? Ладно, потом прочитаем. Итак, морковь, петрушка. Здесь об этих растениях можно читать. Вот. Витамин С в дайконе. Вырасти огород в мини-ленте. Открой меня. О, вот такая теплица у нас должна получиться. Ну, по сути, у нас такая же и получилась. Стикеры я вам показал. Все показал. Вот. Если мы находим подсолнух. Он там должен быть с кодом. Найди код в конверте с мини-подсолнухом. И можно выиграть iPhone 11 на 256 гигабайт. 5 штук. Электросамокат Xiaomi. И Apple AirPods наушники. То есть всего у нас 35 призов в акции. Зарегистрировать код. То есть один из тысячи шансов, что тебе достанется один из 35 призов. Вы поняли? Вот. Так. Зарегистрировать код. Вот сюда нужно регистрировать подарок за мини-подсолнух. Вот здесь нужно регистрировать свой подарок, если вы нашли подсолнух. Узнай, какое ты растение. Можно пройти тест. Собери коллекцию. Вот. Если вы покупаете буратино, получайте дополнительную наклейку. За шебу, за 12 штук дополнительную. Ну, вот товары-спонсоры акции. Вот за их покупку вам дают дополнительные наборы семян. Стильный эко-шоппер для больших покупок. 5 рублей с каждой покупки выдается в фонд «Посади лес». Почему 5 рублей? Почему не 100? Ужас. Скачаем мобильное приложение, я вам показал. И рекламка. Давайте посмотрим рекламку. Так, музон играет. Этой весной я иду с женой за выращиванием. Воу, ничего себе, полегче. Папа даже, хипстер и мама на йоге выращивают. Если бы они правда так росли. Слушай, а есть волшебный порошок у ленты, чтобы быстро так росли растения? Я помню, у Астериксова и Беликсова были такие порошки. Вот такая рекламка. Оформи карту. А, ну и все, и все магазины лента. Так, что мы должны сделать? Мы должны пройти тест. Я хочу пройти тест. Узнать свое растение. Так, давайте узнаю свое растение. Он анализирует мой профиль ВКонтакте. Я авторизировался через ВКонтакте. Так, растет, растет, растет. Мое дерево растет. Ты, я сельдерей. Откуда в тебе этот талант превращать поражение в триумф и восхищать окружающих, ничего не делая? Ха-ха, я ничего не делаю и восхищаю. Это правда. Наверное, предалось от сельдерея. Это уникальное растение с отрицательной калорийностью может обернуть картошку, фри и жареную курочку в твою пользу. А, то есть, если его кушать, то можно сжигать калории. Поделись результатами с друзьями. Могу поделиться ВКонтакте или в Одноклассниках. Я оказался... Ну что ж, друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравился обзор. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok